Если оппозиция хорьки, то тогда кремлёвская администрация со всей её подлостью является скунцами. Есть в животном мире такие существа, которые вызывают чувство эстетического неприятия при внешнем осмотре и жутко вонючие. Вот кремлёвский режим, он жутко вонючий. И на взгляд тоже посмотришь на него, это что-то такое совершенно античеловеческое. Ну и в связи с приближающимися выборами в парламент возникает вопрос нам, что выбор делать между скунцами и хорьками. Представьте себе, вот партия «Единая Россия». Кто там руководитель партии, не вспомните? Да, Дмитрий Медведев, всем известный персонаж. И скажите, вот человек, допустим, выйдет где-то на выборы в индивидуальном плане. За него кто проголосует? Вот Медведев, кандидат депутата по какому-то округу. Кто за него будет голосовать? Скажите мне. А будут голосовать? Во-первых, проголосуют 10% бюджетников. Независимо от своей позиции, они вынуждены будут проголосовать за такого персонажа. Ну или за аналог, какая разница. Плюс 10% как минимум подделают. Ну вот 20% от числа избирателей – это ресурс партии жуликов и воров. Ну, я называю партией жуликов и предателей. Потому что жулик, что вор, в общем, там все одно и то же. А бывает, что предатель не ворует или жулик не предает. Но от этого нам не радостнее их видеть в системе власти. Вот 20% – это реальный ресурс, так называемый, партии власти. Воровской, украденные голоса, безусловно. Это противозаконные действия, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Тем не менее, они не подсудны, поскольку у нас властная группировка не считает необходимым исполнять закон, обязательный для всех остальных. Дальше идет распределение голосов. Вот «Единая Россия» получила ее кандидат 20%. Распределение остальных голосов. Ну, сколько придет на выборы? Ну, 50% обычно приходит. И вот вам получается еще из оставшихся 30%, ну, допустим, 15% – это КПРФ, тоже филиал администрации президента, специалисты по работе со свихнувшимся на социалистической символике электоратей. Вот им 15%, ЛДПР, специально кандидат для «Идиотов», ему тоже там пусть 10%. И 5% – «Справедливая Россия», которая теперь еще и за правду. Вот такая помойка туда смели, вот все несостоятельные кремлевские проекты. Вот все. И вот вы получите снова тот же самый парламент, который был при 50% явке. Допустим, явка 80% и выходит кандидат, который не связан с предыдущими четырьмя, а будет он допущен до выборов. У него, в принципе, резерв 30% может получить и обойти «Единую Россию» и пройти в парламент. То есть, если все остальные приходят, человек на избирательный участок видит «Единая Россия» нет, «КПРФ» нет, «ЛДПР» нет, «Справедливая Россия» за правду нет. И еще есть какой-то кандидат, и о нем известно, что он с первыми четырьмя никак не связан. У него, в принципе, ресурс при высокой явке, когда вот действительно всенародное голосование, когда всероссийская ненависть выплескивается на избирательные участки. 30% может получить иной кандидат. Во-первых, его не допустят. Просто потому, что всем предшествующим четырем не надо собирать подписи. А независимому кандидату надо собирать подписи. Его просто снимают с выборов на старте, когда он со своими подписями приходит, ему говорят, подписи фальшивые, пошел вон. Да, они заверены, каждая там нотариально, я не знаю, несколько миллионов денег потрачено, неизвестно откуда они в таком случае взялись, и чистый совершенно кандидат. Нет. А после выборов, да, там можно разбираться и говорить, ну что ж поделать там, вот ошиблись. Тем, кому ошиблись, вынесли выговор, а кандидат не прошел. Ну, допустим, есть какая-нибудь партия, сейчас стали пропагандировать еще одну кремлевскую партию, новые люди. Ну, совершенно, абсолютно никому не нужные, бессмысленные, не умеющие не говорить, не знающие о чем говорить. Зато презентации там всякие по центральному телевидению, в офисах информационных агентств и так далее, ну, деньги какие-то есть, вот они и тратятся. Что эта партия получит по партийным спискам? Понятно, 0,0. А их кандидат может выйти в борьбе с противоположными или с теми, кто уже намозолил нам глаза? Да, скорее всего, нет, потому что, действительно, они о чем говорить, они не знают, о чем говорить. А кто знает, о чем говорить? Знают, о чем говорить русские националисты. Ну, не так уж много тех, кто способен говорить, потому что, кто способен, того в тюрьмы в основном, или рот заткнули, или просто купили. Некоторые пошли служить, обслуживать русофобский режим, хотя вроде делали себе карьеру на защите прав русских. Где они, где эти люди? Так, иногда мысленно перечисляю всю эту цепочку. Некоторые себя вели достойно, потом просто сошли с политической арены, превратились в политических пенсионеров. А другие вели себя достойно, но в какой-то момент им обозначили стоимость их фигуры, и они обнулились, как люди. То есть, стоимость их ноль. Они превратились в рабов режима, а их все прежние заслуги перечеркнуты, и как будто их и не было. Немного, немного, ну хоть бы несколько человек бы прошли в парламент, чтобы где-то голос звучал. Тогда же представим себе, что и пройдут. Ну, будет там 3-5 человек, 10 человек. Конечно, никакой фракции создать невозможно. Конечно, голоса не будет слышно заведомо, потому что средства массовой информации все заблокируют. Им поручат вот это в черном списке стоп-лист. Все, вас нет. На трибуну вас не пустят, фракции вас нет. Да, вы от этой мини-фракции не можете выступать. А в Думе же там просто решили дебатов не проводить. Если есть что кому сказать, тогда дебатов не проводить. А если пустую породу гнать, это пожалуйста. Выходите на трибуны и продолжайте то же самое. Но это в лучшем случае. Это когда люди, попавшие в Думу, держат свои позиции, держат своих обещаний перед избирателями. Чего нет вообще. Потому что если что-то обещают, это нигде не фиксируется. Выборы закончились. Забудьте. Я вот наблюдаю, поскольку на даче живу, где депутат Мартин Шакум, уже такой вечный депутат. Уже много сезонов и так далее. И вот мои родственники как-то участвовали в его избирательной кампании. Ну, по крайней мере, приходили на собрание встречи с избирателями этого вечного депутата. Он говорил, ну что же вы ко мне не обращаетесь-то? Вы обращаетесь, я буду работать по вашим запросам. Ну, хорошо, обратились. Один раз за все время вы думаете, что даже ответ не пришел. Не то, что там какие-то меры принять и так далее. Даже не ответил. Поэтому выборы закончились, забудьте. Все, что там наговорили, гарантией может быть только биографией человека. Что он боец от и до. И что его слово что-то стоит. Ни у одного депутата, нынешней Думы, слово не стоит ничего вообще. То есть это по-человечески полное ничтожество. И если вдруг получится, что депутат, националист окажется в Думе, и он держит свое слово, то он это слово произнести не сможет публично. И сделать ничего. Он может писать запросы. Ну, я был на этом месте. Да, я писал запросы по конкретным ситуациям для людей. Эффективность 5%. 5% не больше. Хотя многим действительно удалось помочь и несколько сюжетов так раскрутить. И еще тогда более-менее был доступ в средства массовой информации. Сейчас тотальный запрет. Сейчас выпускают только те, кто борозды не испортит, но и глубоко не вспашет. А вот если сломается человек, вот тут, пожалуйста, ему эфир дадут и представят его специалистом в той области, в которой он ни уха ни рыло не соображает. И, пожалуйста, он будет в эфире рассказывать, как он борется за интересы российского государства. А на самом деле просто куплен и перешел на сторону врагов России и русских. Вот это судьба даже успешного предвыборного проекта для русского националиста. Либо он делает карьеру на предательстве. То есть говорит одно, а после выборов делает другое. А может быть и до выборов с ним уже договорились, что он будет делать. Дискредитировать русское движение, русский национализм как идеологию. Ну, это и положено, поскольку Путин на коллегии МВД, как всегда, и он постоянно это делает и в ФСБ, и с МВД, когда он там встречается, он обязательно говорит, что надо бороться с русским национализмом. Или просто с национализмом. При том, что это, конечно, преступление высказываться так, поскольку это идеология, какой-то выделенной идеологии нет. И идеологии, против которых можно бороться на основании закона, не существует. Ну, вот Путин всегда наставляет беззаконников. А источником беззакония у нас является политический режим, включающий полицию, суды, следствия, ФСБ и так далее. То есть все эти, так называемые, правоохранительные структуры, они все являются источником беззакония. Главным, может быть, основным и даже единственным. Потому что люди как-то живут, как получится. Иногда ошибаются, приступают к закону просто по недомыслию. А эти сознательно и системно нарушают закон. Вот если русский националист заранее перешел в их стан, ему будет все. Карьерка ему обеспечена. А если он не перешел, то у него будет кляп во рту и никаких перспектив. Ну, отсидит он сезон и исчезнет из политической арены. Ну, редкие люди, вроде меня, продолжают сражаться уже даже и через десятилетия, и через полтора-десятка лет после завершения своей деятельности в парламенте. Я даже озадачен, а где все те люди, с которыми я был в Думе, и которые что-то произносили, какие-то слова, они вообще за них отвечали? Ну, даже те, кто не перешел на сторону режима. А куда вы все рассосались-то все? Да, вот были националисты, а где они? Были русские национал-патриоты, где они? Я вижу вот только Николая Куриновича. Вот единственный человек, который в той же Думе был, правда, во фракции ЛДПР, откуда его потом и выгнали за противоречие с хозяином. Вот все. А где все остальные? Вот вы их избираете и надеетесь, что это люди, которые отвечают за свои слова. Не отвечают. Не отвечают. Не отвечают, потому что их борьба прекращается, как только прекращаются карьерные перспективы. Ну как, вы же меня не поддержали? Ну вот мне на самом деле наплевать на всякую поддержку. Это дело десятое. Если поддерживают хорошо, а не поддерживают, я все равно свою позицию занимаю. Мне вот это большинство, которое голосует или не голосует, или знает о моем существовании, или не знает, как-то равнодушно я к нему отношусь, абсолютно равнодушно. Есть истина за истину, надо сражаться, бороться. Истина в политике – это Родина и народ. То, что сейчас живет в России, это не народ. Родина остается, и чувство Родины остается, потому что это связь с твоими предками. А электорат – это не народ. И Российская Федерация – это не Родина. Родина – это Россия. А тот режим, который установлен, это анти-Россия. Поэтому крах этого режима – то, чего я желаю. И то, что вот этот пост народ, который живет на территории Российской Федерации, я ему никакого благополучия не желаю, поэтому баллотироваться никогда и никуда не буду. Если в 2003 году еще можно было на что-то надеяться, теперь я не надеюсь вообще. На этих людей я не надеюсь. Я надеюсь на какое-то чудо, на то, что политический переворот произойдет, конечно, без этого так называемого электората. Потому что этот электорат все равно попрется избирать тех, кого уже много раз избирал, и кого ненавидит, и изберет снова. И снова точно такая же Государственная Дума будет у нас после выборов в сентябре. Поэтому моя рекомендация, еще раз я скажу, если есть силы у каких-то действительно достойных русских людей посражаться на выборах, да ради Бога, посражайтесь. А вот у тех, кто выбирает, когда вы идете на избирательный участок, и там нет ни одного приличного человека, а вы все равно голосуете, вы совершаете преступление. Вы соучаствуете в уничтожении нашей страны. Я еще раз повторяю, это предательство. Предательство России и предательство тех остатков народа, из которых еще может вновь вырасти национальное государство, суверенное существование и восстановиться наш народ. Идете голосовать при отсутствии достойных русских людей, вы предатель. Если вы пытаетесь баллотироваться, и вы действительно отвечаете за свои слова, и то, что вы говорите, это программа не на избирательную кампанию, а на всю оставшуюся жизнь, я готов за таких людей тоже пойти и сам проголосовать, и даже проагитировать, и там встретиться с ними, и рук пожать, и обнять, и все приложить, все силы, которые есть. Готовы такие люди посражаться? Слава Богу. Нет их. Нельзя ходить на выборы. Нельзя. Нельзя. Я к выборам отношусь крайне негативно. Но не приносят они ничего. Если, да, на фоне других институтов государственной власти, если они существуют и действуют во благо народа, выборы могут быть. Могут быть, и слава Богу, народное представительство дело достойное. Но когда у вас в руках только выборы, то вы всегда выбираете какого-нибудь негодяя. Давайте не будем выбирать негодяев. Слава Руси. Господи спаси. Слава Руси.